всем привет ребята рад вас приветствовать всех вот решил записать вам новое видео долго долго копался в интернете и кажется нашел кое-что интересное для вас я думаю многие из вас не знали что в кс го можно смотреть расстояние до цели после попадания вводишь специальную команду она будет в описании чтобы вы могли потренироваться и посмотреть итак первым видом оружия которое протестировал стал ака 47 из нашей любимой игры кс го также я протестировал и мачку так на всякий случай ну и куда же деваться без всеми любимого desert eagle в простонародье просто дегла его я протестировал тоже кстати у него очень удивительные показатели ну и также в тест попал один из фармганов маг 10 я действительно был очень удивлен результатами этого теста я думаю что это будет теперь один из самых моих любимых фармганов но по крайней мере я буду стараться с ним играть почаще и с полученными навыками думаю он не очень-очень зайдет в первом тесте вы увидите ребята работу ака помните наверное в прошлом видео я вам говорил что у вашей модельки есть хитбоксы так вот мы рассмотрим попадание сака в эти хитбоксы верхний хитбокс это грудь которая защищена бронежилетом но почему-то игра считает что если грудь защищена бронежилетом то живот соответственно не защищен бронежилетом и это можно очень легко протестировать так сейчас я пропишу команду в консоль которая позволит мне увидеть расстояние до цели учтите если вы не попадаете в цель то расстояние показано не будет то есть вы выпускаете очередь и каждая пуля которая попала в хитбокс или вашу модель будет отмечено и показано расстояние до цели следующем тесте я выясню сколько нужно попадание в бронированную цель верхней хитбокс верхней хитбоксом у нас является грудь нижний хитбокс это у нас живот и так давайте же выясним сколько раз нужно нам попасть грудь чтобы убить расстояние до цели 5 метров раз два три четыре в следующем тесте протестируем попадание в нижний хитбокс живот то же самое расстояние 5 метров и того получилось всего три выстрела дальше я протестировал наш ака с расстояние 50 60 метров заметьте что расстояние не влияет на урон нанесенный ака точнее при расстоянии 50 60 метров вам необходимо попасть четыре раза в модельку при расстоянии менее 50 60 метров когда вы можете выцелить нижний хитбокс то есть живот вам необходимо попасть модельку в нижний хитбокс три раза так что же мы выяснили из нашего теста для того чтобы уничтожить противника на длинной дистанции даже на средней когда вы не можете выцелить хитбокс живот вам необходимо попасть четыре раза в модельку противника я повторяюсь когда вы не можете выцелить живот если вы можете выцелить живота это расстояние ближе среднего тогда вам необходимо сделать только три выстрела следующая в тесте приняла участие наша эмочка ну что же результаты в принципе оказались идентичными ака только из-за к вам необходимо попасть четыре раза а с эмки пять раз расстояние обратно такие же как и в тестах сока длинные расстояния 50 60 метров ближние расстояния 5 16 20 метров результаты в принципе не меняются также работает правило двух хитбоксов верхний хитбокс это грудь нижний хитбокс на ближней дистанции это живот при попадании в живот нам необходимо сделать четыре выстрела из м4 а4 на расстояние нам нужно попасть верхний хитбокс пять раз для того чтобы уничтожить противника что мы выяснили из этого теста во первых то что ака 47 является немного мощнее м4 а4 свою же очередь хочу сказать затем 4 а4 что у нее менее скажем так сильный разброс при стрельбе очередью и также иногда при стрельбе одиночными патронами пока может улетать вы сами знаете что хрен знает куда если вы не стоите статично если вы находитесь статично оружие стреляет в принципе одинаково но в этом плане ака будет лучше так как он уничтожает противника за четыре выстрела соответственно м к уничтожает за пять выстрелов честно сказать я был приятно удивлен когда смог выяснить что верхний хитбокс это грудь как бы он начинается от шеи вашей модельки и заканчивается примерно в области солнечного сплетения ну если можно найти у модельки солнечное сплетение то верхний хитбокс грудной можно сказать так заканчивается именно там нижний хитбокс у нас заканчивается в районе паха также не путайте что ноги у нас не входят в нижний хитбокс это очень очень большое заблуждение ноги у нас идет отдельный хитбокс также как и руки фиксирование попадания в руки и в ноги и в грудь и в живот дает разный урон то есть есть определенные таблицы на каждое оружие какой он дает урон попадание тот или иной хитбокс не путайте пожалуйста это все следующим нас идет дегл ребята ну это вообще честно сказать я как бы не рассчитывал на такие результаты но дегл игнорирует полностью все понятия хитбоксов на расстоянии если взять как бы вам сказать нас ну тест сам смысл этого теста то есть у него не учитывается верхний и нижний хитбокс вот именно у дегла учитывается расстояние до цели от 3 до 5 метров в игре считается практически расстоянием ближнего боя и деглу для того чтобы уничтожить противника нужно всего лишь два попадания в модельку противника два точных попадания с расстояния 13 и более метров вот начиная от 13 практически и примерно где-то до 30 34 метров вам необходимо попасть три раза в модельку то есть это три точных выстрела должны пройти как бы игра должна вам засчитать попадание тогда вы уничтожите противника с расстояния от 30 до практически получается ребят сейчас я посмотрю я даже произвольно некоторые расчеты записываю блокнот до 54 метров 50 54 в среднем вам необходимо попасть в модельку противника четыре раза то есть когда вы стоите где-то на длине да это если брать например шорт на карте мираж и противник будет находиться где-то возле фаербокса иногда вы рассчитаете на три точных выстрелов а здесь уже работает расстояния до цели вот именно на дигл применимо расстояние до цели который идет в игре оказывается и здесь она работает ребят итак у нас есть в игре оружие которое игнорирует расстояние до цели это получается у нас а к 47 и м4 а4 оружие которое учитывает расстояние до цели ну Ну, по крайней мере, одно из них, которое я нашел, это Desert Eagle у нас получается. Ну и с расстояния больше 54 метров, это 54, практически 65 метров, 60 метров, вам необходимо выстрелить в модельку противника 5 раз при точном попадании. Ну, я прицеливался практически всегда в грудь, и попасть нужно именно вот в грудной отдел, не в ноги, никуда. 5 раз вам необходимо попасть в дегла. Ну и следующее оружие у нас это МАК-10, так называемый Фармган. Так как Фармган у нас является оружием ближнего боя, соответственно, я и тестировал его практически на расстоянии ближнего боя. Это 3-5 метров, ну и соответственно, немножко-немножко увеличил расстояние до того момента, пока я смогу контролировать свой спрей, как бы сказать, да? Так что же я смог выяснить в результате этого теста? Ну, результаты получились следующими. На расстоянии 3-5 метров спрей практически уходит весь в корпус. Зачастую, выбегая на противника, мы в большинстве случаев стараемся присесть. Некоторые противники этого не делают. Если противник приседает так же, у нас получается прицел в районе его головы. Если противник не приседает так же, как и мы приседаем, то наш прицел получается у него примерно в районе паховой области. Это нижний хитбокс живот получается. Так вот, на расстоянии от 3 до 15 метров практически весь спрей залетает в корпус. Ну, плюс-минус 1-2 пули уходят вверх, вниз, влево, вправо. Это будет все видно на видео. Начиная с расстояния 13 метров до 22 метров, наш спрей уходить будет вверх и вправо, при точке прицеливания в пах получается. Да, я прицеливаюсь в нижний хитбокс, получается, в живот. Начинаю спреить и без контроля спрей уходит вверх и вправо. Как я выяснил и дальше будет видно на видео, спрей можно контролировать с расстояния, начиная от 13 метров до 22 метров, ну, лучше где-то до 18 метров. До 22 уже начинаются проблемы, потому что начинается очень большой разлет. До 18 метров спрей можно контролировать, если вы будете одновременно, начиная спрей, тянуть вниз и влево. Практически весь-весь бойзапас влетает в хитбокс. Здесь стрельба уже идет с контролем спрея, то есть вниз и влево одновременно с нажатием кнопки выстрела, ребят. Не забывайте об этом. Я команду оставлю в описании, которая будет вам показывать расстояние. Потренируйтесь, попробуйте для себя, как у вас будет это получаться. С расстояния, начиная свыше 22 метров, ребят, уже нужно применять с фармганом короткие очереди. Как бы тейпать по 3-4 выстрела, ну, вы сами прекрасно, наверное, знаете, те, кто не знают, уже очередью у вас не получится ложить вот на таком расстоянии. Ну и напоследок, что я еще успел выяснить, оказывается, ноги также считаются защищенными броней. Точнее, при выстреле, например, в живот, вы будете делать гораздо меньше выстрелов, чем по ногам. Я не знаю почему, но от чего-то игра считает, что ноги тоже защищены броней. Я надеюсь, что вам понравится мой ролик. Я донес до вас какую-то важную или полезную информацию. Всем огромнейшее-огромнейшее спасибо за внимание. Я очень старался. Оцените мое видео лайком, либо дизлайком. Всем спасибо, пока, удачи. Субтитры сделал DimaTorzok